Я постараюсь в этом докладе пройтись по сравнительному анализу того, как развивается самбо. Это достаточно сложная и комплексная система. И что двигает? Хочу показать, что двигает развитием самбо. То есть планы не возникают сами по себе и из головы, ими что-то движет. И соответственно, учитывая, что команда разработчиков самбо сегодня это несколько десятков человек, они работают в совершенно разных компаниях, то лебедь, рак и щука там в полный рост встают и толкают. В общем, задача договориться, она, как во многих проектах, нетривиальная. И начну я, на самом деле, немножко не с той стороны, начну я со стороны не обстрима, а даунстрима. Значит, я работаю в RedHat, занимаюсь самбой уже 12-13 лет полноценно. На самом деле лет 15, 12-13 лет я могу коммитить в самбо. И занимаюсь разработкой FreeAPI и SSSD последние года 4. И я хочу немножко рассказать о том, чем мы занимаемся, по той причине, что сложилась такая ситуация, когда все говорят об активной директории, все говорят о том, что она массово на рынке присутствует, что это, по сути дела, самое крупное внедрение Unix, технологии, которые пришли из Unix, и LDAP, и Kerberos, и DNS, и прочих вещей. Но при этом большинство даже администраторов Windows, они, в общем, слабо понимают, с чем они имеют дело. Там довольно большой карго-культ, довольно большое количество ситуаций, когда люди знают, как нажимать кнопки, где в формочке правильно там что вводить, а как оно устроено под капотом, не знают, ну, знают мало. И когда дело касается разработчиков или администраторов, использующих свободное программное обеспечение, пытающихся работать, совмещать эти системы, внедрять их там, где уже развернута активная директория, там ситуация еще более плачевная, то есть понимание внутренности, оно гораздо хуже. Несмотря на то, что, в общем-то, базовые технологии, они все пришли из Unix подобных систем. Вот. И смешная ситуация состоит в том, что если мы вот посмотрим, да, то с одной стороны мы, конечно, видим, что в большинстве случаев нам просто нужно вот пользователей, которые, или группы там, заведенные в Active Directory, эти пользователи должны уметь логиниться под, скажем, Linux-системы и запускать там свои процессы. Эти процессы должны уметь обращаться к каким-то данным, лежащим на каких-то файловых системах, что, в свою очередь, приводит к определенным требованиям, к пониманию, каким образом права доступа расставлены, пониманию, каким образом эти права на такие машины доставляются и так дальше. Вот. Но при этом ведется еще, да, аудит, какое количество ресурсов тратится на соответствующий процесс. Ну, это, в общем, одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, как эти машинки в целом в этой среде, в этом окружении должны жить. И вот в большинстве своем эти машинки и вся эта интеграция, она может быть выполнена в виде двух таких подходов. Да, прямой подход – это когда система становится частью домена в лесу активной директории. И непрямой подход, когда она становится частью домена в другом лесу активной директории. То есть, как ни крути, что бы мы там ни делали, но если мы интегрируемся с активной директорией, у нас либо здесь активная директория, либо где-то в другом месте, куда мы заведены, она представлена как активная директория. Других вариантов нет. Но прямой вариант означает, что мы должны напрямую взаимодействовать с программным обеспечением, написанным Microsoft, а непрямое означает, что мы делегируем это взаимодействие к какому-то выделенному компоненту, который что-то там делает себе, и все остальное поведение — это на самом деле поведение чисто POSIX, Linux, специфических интерфейсов. И мы не должны на нашей стороне, скажем, во всех наших линуксовых машинах думать о том, как это все отображается на те концепции, которые использует Microsoft Active Directory. Прямая интеграция обычно использует два решения. Традиционное решение — это было использование WinBind из пакета программ в Samba. WinBind — это такой компонент Samba, который реализует все взаимодействие касательно информации о пользователях, их авторизации, топология структур вот этих самых доменов, как они между собой организованы, как они там доверяют друг другу и так дальше. WinBind имеет свои преимущества, имеет свои недостатки. В частности, это довольно сложный код в смысле его исправления, если там какие-то ошибки возникают. И некоторые простые изменения в коде WinBind могут приводить к последствиям, которые на десятилетия растягиваются. Ну, скажем, я являюсь человеком, который внес в WinBind вроде бы простое изменение, позволяющее отбрасывать имя домена в имени пользователя. То есть остается только имя пользователя, а имя домена нет. Ну, например, AD слэш администратор. Он в линуксовой системе получается просто администратор, а не AD слэш чего-то. И соответствующая опция называется WinBind Default Domain. Значит, мы ставим там какой из них дефолтный домен и так дальше. Все очень хорошо, за исключением того, что как только вы эту опцию выставляете, у вас среда, в которой больше одного домена, становится не единообразной. То есть у вас получается один домен с неквалифицированными именами пользователя, а все остальные с квалифицированными. И у вас сразу получается два исключительных случая, которые нужно рассматривать. Неквалифицированные и полностью квалифицированные имена пользователей. У вас ваши приложения, ваши PAM-модули и все остальное, я должен уметь их правильно парсить, разбираясь, к чему это имя относится. Оно локальное, оно не локальное и так дальше. И количество ошибок, которые было в Sambi благодаря этой опции, оно просто огромное. Их за 10 лет много исправили. Ну, потому что предположения в самом коде были таковые, что они не ожидали вот этого отделения домена. Но эта опция существует до сих пор, и она будет существовать, пока ей будут пользоваться. Потому что огромное количество внедрений Sambi – это однодоменная структура, где дополнительные полностью квалифицированные имена – это некоторое неудобство для пользователей. И вроде как бы подход был очевидный, давайте уберем неудобства для пользователей. А на самом деле пользователей очень много, лодку можно раскачивать сколько угодно, но в какой-то момент она перевернется. Второе решение, которое появилось в 2007 году – это проект SSSD, который пытается, собственно, переписать часть тех операций, которые выполняет WinBind, касательно именно работы с пользователями, с группами, с авторизацией, более-менее современным способом. Не используя код самого WinBind, но используя те библиотеки, которые были разработаны в рамках проекта Samba. Тоже был начат членами Samba Team. Оба подхода, опять же, имеют свои достатки, свои недостаинства. В результате мы добились того, что SSSD довольно активно и эффективно работает в связке с FreeAPA, и для прямой интеграции он тоже довольно эффективно заменяет WinBind, наверное, в процентах 80 случаев. Вот те 20% случаев, где он заменить WinBind не может. Это как раз сложные топологии с большим количеством доменов в лесу, с сложной структурой доверия между этими доменами и многими лесами. Это с одной стороны, как бы техническую сторону, как это все реализовать, уже более-менее нам стало понятно, ну, некоторым количеством людей. Вторая сторона вопроса – это как все это сконфигурировать. Типичная конфигурация Samba, для того, чтобы настроить WinBind для работы в прямой интеграции, требует настройки списка преобразований идентификаторов, так называемых idmap, требует настройку еще ряда параметров. Это выливается в конфигурационный файл где-то порядка, может быть, 20 строк. Вроде бы простой, но типичных примеров очень мало, как это все настроить. То есть темплейтов, таких шаблонов, которые бы описывали стандартные подходы, их тоже нет. В SSD используется подход, где есть три или четыре типичных подхода, где SSD просто знает сам, какие конфигурации, как должны быть прописаны. Ну, скажем, какие должны быть схемы на стороне в Active Directory, в LDAP. И он знает, что, значит, с этими схемами нужно работать так. В этом LDAP поддерживаются такие-то управляющие конструкции и выполняются такие-то операции. И сказав там, что ID провайдер, то есть кто у нас идентификатор представляет, равен AD, то мы сразу настраиваем SSD на режим этой работы. В WinBind это все более гибко делается, но опять-таки нужно знать, что там настраивается. Но при этом, как бы, вот эта прямая интеграция, она не устраняет, на самом деле, самую главную проблему со стороны любого заказчика. У заказчика, внедрившего когда-то решение Microsoft, проблема, на самом деле, она очень простая. Эти решения стоят приличных денег на каждый компьютер, который там подключается. Либо на пользователя, на количество пользователей, либо на количество компьютеров, подключаемых. В общем, вот эти самые лицензии клиентского доступа к CIL. Если вы виндовые машины в домен вводите, если вы вводите линуксовые машины в домен, вы на всех их формально должны купить, эти лицензии. Если у вас две машины Windows и 10 тысяч машин линукс, вы должны купить 10 тысяч дополнительных лицензий. Даже если этот линукс у вас полностью поддерживается и разрабатывается вашей собственной группой. Непрямая интеграция, как я сказал, уже означает использование леса активной директории. Но не обязательно от Microsoft. Долгое время, как бы, других вариантов было немного. Были решения от других проприетарных компаний, в основном в области систем хранения Microsoft. В рамках Samba была начата в 2003 году работа над аналогом активной директории. В 2012 году она была выпущена, первый релиз был выпущен. Соответственно, то, что мы называем Samba AD, это на самом деле просто компонент Samba 4.0 и чего-то там. Он не требует клиентских лицензий. У него вообще нет никаких поддержки клиентских лицензий. В FreeAPA, который тоже может представляться для активной директории, как каким-то другим лесом активной директории, тоже не требует клиентских лицензий. Значит, у нас есть на сегодня два варианта. Но при этом FreeAPA, он не является на самом деле активной директорией, но выглядит как активная директория. С точностью до того, насколько эта активная директория нужна для того, чтобы с такими машинами взаимодействовать. Довольно забавная ситуация, но, как оказалось, можно найти определенный минимум операций, дальше которых можно не идти. И все равно Windows машины будут считать, что это активная директория. Эта презентация говорит немножко в контексте традиционного любовь-ненависть взаимодействия между Microsoft и свободными проектами. Поэтому уж извините за некоторую вольность в заголовках. Следующая группа слайдов будет более-менее объяснительная. То есть я постараюсь рассказать о том, что такое эти доверительные отношения, Trust между системами, и каким образом это влияет, насколько это важно. Но вот по факту доверительные отношения, они позволяют пользователям из одной системы администрирования, управления идентификационными данными, машинами и так дальше, иметь доступ к другим ресурсам в другой системе. Системы между собой могут быть не связаны. Да, они используют технологические одни и те же подходы, но при этом они могут быть от разных производителей, они могут, вообще говоря, управляться совершенно разными людьми, организациями и так дальше. Единственное, что их связывает, это вот эти доверительные отношения. В случае Active Directory схема, которая там используется, она масштабируется от уровня домена до уровня леса и между лесами единым образом. Реально между двумя лесами Active Directory устанавливается доверительное отношение между корневыми доменами. Корневой домен — это первый домен, который состоится в лесу. Между ними, если есть доверительные отношения, то все доверие между независимыми лесами идет через эту вот цепь доверительных отношений. И если другие домены внутри леса существуют и они доверяют основному, то они будут доверять транзитивно и тому лесу. Это позволяет нам, вот такая вот картинка из статьи на MSDN, Microsoft Developer Network, которая, в общем-то, довольно хорошо описывает, как вот это самое доверительное отношение между лесами, они устанавливаются. Ну вот слайды будут доступны, и вот эта вот подробная строчка, она является ссылкой на более полную статью. Ее будет достаточно прочитать, чтобы понять, в общем, как это все работает. Важно, что если есть вот этот вот Forest Rust, то есть доверие на уровне корневых доменов между лесами, то пользователи из, скажем, одного леса через доверие корневому домену, через доверие между корневыми доменами могут обращаться к ресурсам в каком-то еще домене в другом лесу. Домены эти на самом деле это Kerberos Realme, ну или как они по-русски там называются, с зонами, областями, терминология довольно запутанная. Вот, контроллеры домена, они обеспечивают работу разных служб, то есть, по сути дела, это сервера там. Kerberos, LDAP, SMB, DNS, там их пачка на самом деле еще дополнительная. И для каждого пользователя в домене существует объект в LDAP, связанный с ним учетная запись в Kerberos. То есть, есть некий принцип, который соответствует этому пользователю на уровне Kerberos. И автентификация, которая выполняется, она выполняется с помощью ключей Kerberos, с помощью билетов Kerberos и так дальше. Это для пользователей, для групп такая же система может быть построена, если мы хотим авторизоваться от имени группы. Для каждой машины, для каждого домена подход абсолютно одинаковый. То есть, он масштабируется нам. Мы просто имеем некий набор флагов, который говорит, кто это у нас машина, пользователь, домен и так дальше. Контроллер домена выступает от имени домена, представляя его в каких-то операциях внутри леса. Когда доверительные отношения устанавливаются между двумя доменами Active Directory, а в случае доверительных отношений между лесами, между корневыми доменами, это все равно отношения между доменами. То создается специальный объект, который имеет определенную структуру. Этот объект представляет один домен внутри другого. То есть, это просто учетная запись, используя которую домен, которому доверяют, в домене, который доверяет, может авторизоваться и выполнять определенные операции. Набор операций ограничен, но эти операции нужны для того, чтобы можно было посмотреть, кто этот пользователь, какие у него там параметры, что я с ним могу вообще сделать, с этим пользователем и так дальше. И фактически вот эта учетная запись доверяемого домена, она является полным эквивалентным учетной записи Kerbit и GT между двумя риэлмами в обычной линуксовой или линуксовой практике с Kerberus. Соответственно, как только мы получаем билет для этой записи, мы можем его предъявить для другого контроллера домена, для другого KEDC в другом риэлме. И на основании этого билета запросить билет к какой-то службе в том домене. Вот соответствующий домен, например, доверяющий, может ограничить доступ к своим ресурсам. Ограничение в рамках Active Directory построено на использовании ни имен пользователей, ни имен машин, ничего. Нам есть такое понятие, как идентификатор безопасности, SID. SID — это просто такая униформная структура, которая описывает контекст использования, некий параметр, говорящий о том, в какому домену это относится, и параметр внутри домена, уникальный идентификатор относительно этого домена. Но вот в нашем случае, условно говоря, вот эта часть от S, первые два, три, четыре элемента, это контекст, говорящий о какой-то SID, они там имеют определенную структуру. SID просто в домене, SID локальный, который за пределы машины не уходит, SID, который не уходит за пределы домена, SID, который не уходит за пределы леса, в общем, такая структура. Виртуальные какие-то операции. Потом вот эта вот часть, она описывает домен, и она, по идее, как бы уникальна во всем мире. Вся вот эта вот штуковина представляет собой 128 бит. То есть стандартный UID, GID у нас сколько? 64 бита сейчас можно записать в Linux, да? Здесь 128. Ну, в общем, видимо, достаточно будет для всего. Если бы у нас была в ядре поддержка 128-битных идентификаторов пользователей групп, то мы могли бы один в один маппить на уровне наших файловых систем, на уровне BOSIX ACLs, на уровне всего, эти идентификаторы, и у нас не было бы проблемы и двойственности, и тройственности, и множественности преобразований этих идентификаторов. А так, к сожалению, мы вынуждены маппить с потерями вот эти преобразования. И когда у нас приходит набор сложных конструкций, описывающих, кому можно обращаться к какому-то ресурсу, машина со стороны Windows, например, их устанавливает, мы всегда это преобразование делаем с потерей, потому что просто 128 бит элемент списка сжать в 64 бит просто, ну, в общем случае нельзя. Вот. Это преобразование, оно осуществляется при помощи контроллеров домена. Контроллер домена знает, что чему соответствует, и вы можете спросить, скажи мне, какое имя у этого СИДа? Скажи мне, какой СИД соответствует этому имени? Это две базовых операции, на самом деле, самые важные во всем этом деле, потому что внутри всех операций СМБ мы не оперируем именами, мы оперируем СИДами. И мы должны как бы вот брать эти СИДы, нам приходит клиент и говорит, а у меня вот такой вот набор СИДов, членами групп, которых я являюсь. А теперь мне нужно преобразовать эти СИДы все в имена групп на уровне POSIX, для того, чтобы потом получить GID для каждой из этих групп, и потом на уровне ядра, собственно, проверить, POSIX и CL совпали ли все эти штуки. Вот эта вот цепочка, она выполняется постоянно. По сути дела, САМБа — это большая такая коллекция баз данных, которые между собой каким-то образом связаны. А в Active Directory все вот эти вот данные хранятся в LDAP, в соответствующих объектах. Но поскольку LDAP-сервера на контроллерах домена, они не всегда доступны, то есть мы считаем, что как бы должны быть доступны, но реально, если у меня, например, лес, в котором там 200 доменов, и эти домены раскиданы географически, и ко мне приходит, мой сервер находится где-нибудь, я не знаю, там, в Антарктиде, и на него приходит пользователь из Российской академии наук, представляющий какой-то один маленький домен, то из Антарктиды я не могу туда обратно зачастую обратиться, просто чтобы узнать, а кто же этот пользователь по имени, или какой-нибудь там СИД, если он пришел. Вот, а для этого сделана некоторая оптимизация, эта оптимизация называется глобальный каталог, и, как правило, она присутствует в корневом домене, в контроллере домена. Соответственно, чтобы я не лазил по всем поддоменам этого леса, мне достаточно спросить глобальный каталог в корневом домене, а кто это такой. Он содержит набор параметров сокращенный, не все, что там как бы есть во всей системе, он не содержит информацию о локальных для домена пользователях и группах, но он содержит именно глобальную информацию. Это сильно облегчает доступ. И все системы в Windows, включая интерактивный вход, они построены на том, что они этот самый глобальный каталог спрашивают постоянно о своей информации. Со стороны FreeAPA это не активная директория. Это набор из LDAP сервера, Kerberos сервера, DNS сервера, и SAMBA, работающий в специальном режиме, который представляет себя как бы контроллером домена активной директории, но только для, в принципе, одной операции – установить доверительные отношения между мной и реальной активной директорией. В частности, пользователи из доверяемого леса активной директории могут использовать ресурсы внутри домена FreeAPA. То есть они могут логиниться на все машины внутри FreeAPA, они могут авторизоваться по Kerberos, аутентифицироваться по Kerberos, их авторизуют, используя правила определенные и так далее. То есть пользователей внутри FreeAPA можно не заводить при таком случае, если у вас эти доверительные отношения не установлены. И большинство заказчиков так и делают. Вот у них есть уже созданная актив директория. Они все линуксовые машины загоняют в домен FreeAPA, устанавливают между ними доверительные отношения и управляют доступом к этим линуксовым машинам на линуксовой стороне через FreeAPA, а группами и пользователями продолжают управлять на стороне Windows. Но при этом такие пользователи, если они заведены во FreeAPA, в машины Windows залогиниться не могут, потому что FreeAPA не предоставляет ни глобальный каталог, ни целый ряд вещей, которые нужны для Windows, для вот такой вот работы внутри. И, соответственно, машины Windows введены в домен FreeAPA быть не могут, потому что, опять же, нету неонки. А чтобы эту неонку добавить, по сути дела, пришлось бы делать всю ту работу, которую Sambo Team делала для Sambo AD. Спрашивается, зачем дублировать, если можно совместить. Ну, не в рамках одного домена, а используя ту же самую идеологию, да? И тот же самый подход. Если Sambo AD представляет собой совершенно отдельный лес, которым можно установить доверительные отношения с FreeAPA, который представляет собой лес, так сказать, линуксовых машин, а в Sambo AD биндовые машины, те, которые нужны, там, которые остались, и продолжать использовать этот механизм между ними. Работа над глобальным каталогом, она запланирована на следующие две версии. То есть вот сейчас мы выпустили 4.2.2, по-моему. 4.4 — это ориентировочно конец весны следующего года. Сложность состоит в том, что схема LDAP для глобал каталог, она несовместима со всем, что используется в линуксовом мире. Она несовместима на уровне базовых атрибутов. То есть Microsoft подошла к вопросу, так сказать, креативно. Они когда все это делали, они взяли LDAP. Но поскольку там стандартных схем не так много, есть некоторые рекомендации. Если это рекомендация, а не обязательное требование, то они рекомендацию рассматривают креативно. И вот они взяли целый ряд атрибутов, которые в базовой схеме, рекомендованной для использования LDAP, применяются, и поменяли, например, методы сортировки, методы сравнения для этих базовых атрибутов. То есть какие-то атрибуты были… их нельзя сравнивать без учета регистра в оригинальной схеме. А в Active Directory сменили описание этого атрибута, и его стало можно искать без учета регистра. То есть вроде бы как бы параметр простенький, да? Но реально это совсем другое описание атрибута. Оно конфликтует с оригинальным. И если у вас LDAP сервера реплицируются друг с другом, у них разные схемы, и будут конфликты постоянно. А со второй стороны это вот такой, получается, семантическая разница. У вас запрос, который опирается на то, что имя пользователя может сравниваться без учета регистра в Active Directory, в Linux не сработает, поскольку регистр имеет значение. В большинстве операций, в частности, операции с именами пользователей и групп, в Linux они регистрозависимы. И практически во всех файловых системах, если мы делаем там операции с файлами, у нас имена файлов регистрозависимы. По-моему, только в XFS можно включить ключик, имена файлов будут регистрозависимы, и в FAT. Но FAT понятно. А в стандартных, там, X2, X4, X3, BTRFS, везде имена файлов регистрозависимы. Имена пользователей и групп регистрозависимы. Значит, получается целый ряд операций, которые нужно как-то друг с другом склеивать. Если клиент со стороны Windows запрашивает имя файла, то мы должны уметь его правильно матчить на то, что у нас есть. Нужно делать поиск с учетом регистра на нашей стороне, без учета регистра на их стороне. В общем, целый ряд таких преобразований они постоянно портят. Но с LDAP все гораздо хуже, потому что различия в схеме предопределяют поведение всего LDAP сервера. И клиенты, опять же, на линуксовой стороне будут ожидать совсем другого, чем если у них будет глобальный каталог, или вместо глобального каталога обычный LDAP сервер будет давать семантику, которую ожидает Windows. Фактически нужно использовать отдельный сервер LDAP. Но раз мы используем отдельный, а этот является отображением, этот глобальный каталог, отображением чего-то более главного, так сказать, нашего основного источника, нам нужно делать синхронизацию, пополнение по запросу этого глобального каталога. Потому что в противном случае у нас будет просто параллельно существующие два источника информации, но кто-то кому-то должен подчиняться. Учитывая, что все это должно быть не централизовано, а реплицироваться, задача довольно сложной становится. В SAMBA AD другая проблема была. Собственно, почему она возникла и стала SAMBA AD такой, какой она есть, это потому, что одним из важных моментов Active Directory является тот факт, что контекст состояния глобален. То есть я начинаю какую-то операцию по протоколу SMB, и я могу дальше продолжить, используя этот контекст, операции относительно LDAP сервера, ожидая, что то, что я делал по SMB, будет видно LDAP серверу. Это просто реализация Microsoft была таковой, что они в протокол внесли свои ожидания от своей реализации. Соответственно, когда мы попытались это дело реализовать, оказалось, что Kerberos сервер должен знать состояние SMB сервера. А SMB сервер должен знать состояние LDAP сервера. Какие там соединения открыты, какие контексты хранятся и так дальше. В 2003 году, когда вся эта работа началась, Эндрю Триджилл посмотрел, у нас был только код SMB сервера. Он посмотрел, что есть OpenLDAP, есть MIT Kerberos, Hamedal Kerberos. Их нужно дорабатывать. Поддержку методов авторизации добавлять, криптографию определенную добавлять. Это значит, что нужно писать патчи, посылать эти патчи в AppStream. В 2003 году еще не было гид, еще не было распределенной разработки в эффективном образе сделанной. Фактически, если мы хотели что-то написать, нам, во-первых, нужно было выяснить, что мы хотим написать. А это все было недокументировано. Все нужно было перехватывать сетевой трафик и его анализировать, понимать, что там биты в соответствующих местах, какие они значения имеют, что они из себя представляют, как это расшифровать и так дальше. То есть документации не было. А во-вторых, написать патч. Ну, в общем, процесс был такой огромный. Вместо того, чтобы взаимодействовать с AppStream'ами, OpenLDAP, например, это очень известный AppStream, который говорит, что о нас не волнует ваши проблемы взаимодействия с конкретными реализациями. Мы реализация протокола. Мы, значит, предоставляем реализацию, которая демонстрирует, как этот протокол должен быть реализован. А вот что там есть, какие-то специфические вещи, вы у себя там добавляете, а нам в AppStream'е они не нужны. И у них это как бы подход, он до сих пор сохранился. Мы примерная реализация. Если что-то отклоняется от протокола LDAP третьей версии, то мы это реализовывать не будем. Ну, за исключением, если клиенты этого очень хотят и за это заплатят. В общем, разговор, видимо, сваливался в ту ступу. Если вы заплатите, то мы рассмотрим ваш вопрос. В общем, третья просто взял и написал свой LDAP сервер. Взял и втянул внутрь себя компоненты остальные. Ну и вот потребовалось там 10 лет, чтобы это все заживить вместе. LDAP, Kerberos, SMBA и DNS сервера были написаны просто с нуля. Это не так сложно, но на самом деле не так легко, как оказалось. Хим дал, Kerberos был взят за основу. То есть Kerberos с нуля не писали на самом деле. Но по той причине, что у нас вообще как бы есть две реализации Kerberos свободных. Это MIT Kerberos от Массачусетского технологического института. И Хим дал, Kerberos, который был написан шведским программистом в городе, как же этот город-то называется, на севере Швеции, который был написан ровно по той причине, что в конце 90-х существовали экспортные ограничения из США на криптографию. Ну когда Клинтон стал президентом, по-моему, во второй раз, он эти ограничения на экспорт криптографии для свободного программного обеспечения убрал. Но к этому моменту у нас уже появилось две реализации. Одна независимая, сделанная в Европе, и одна сделанная в Америке. Вот, они до сих пор существуют. И у Хим дал была одна интересная особенность. Его можно было, серверную часть, можно было как библиотеку интегрировать в свое приложение. То есть он интегрировался с внешним, этим самым, event loop'ом. Он нормально обрабатывал сообщения, полученные кем-то другим, кто там сокета слушает вместо него. А в MIT этого нет до сих пор. То есть работа ведется, план на это есть, но реализации этого дела нет. И если речь шла о том, что тогда предполагалось, что все должно быть вместе, в одном приложении, в одном адресном пространстве, то понятное дело, что интеграция event loop'ов, она просто вот обязательна. В общем, пока это дело шло, 10 лет шло разбирательство между Microsoft и Европейской комиссией, которое привело к тому, что в 2007 году Microsoft была признана виновной в монопольном положении на рынке Windows серверов, серверов для рабочих групп это называлось. Было доказано, что она сознательно утаивала информацию, тем самым нарушая право на конкуренцию, чего от организации признанных в монопольном положении на рынке законодательство не позволяет делать. И в общем, их заставили открыть документацию. Нам удалось, поскольку сам Батим был частью свидетельства со стороны Еврокомиссии, нам удалось договориться о достаточно конкретных условиях, по которым мы получали право смотреть эту документацию. И Microsoft признавала за теми, кто по такой договоренности работал, право делать свою реализацию на JPL v3 совместимой лицензии. На самом деле любой разработчик может пойти в протокол Freedom Foundation, подписать документ определенный и получить такое право. Это на самом деле очень серьезное достижение, потому что просто если вы пойдете на сайт Microsoft в MSDN, начнете читать эти документы, у вас право реализовывать под свободной лицензией, а всех этих протоколов нет. Там другая лицензия с этими документами идет. Вот. И использование встроенного Heimdall Kerberos в сам БАД делает фактически невозможным его, этот сам БАД, интеграцию в большинство дистрибутивов Linux, потому что они используют MIT Kerberos. Ну, там сложилась такая ситуация, что в какой-то момент главный разработчик Heimdall Kerberos ушел в Apple. Apple использует Heimdall Kerberos в своих собственных разработках, но работу в AppStream фактически забросили. То есть они не делают каких-то своих релизов. Они свои релизы делают в рамках своей операционной системы. А в AppStream релизов нет. И если посмотреть на AppStream Heimdall сейчас, то он состоит по большей мере в наборе коммитов, приходящих обратно из SAMB. То есть то, что в SAMB направили Heimdall, его обратно импортируют. Там собралась группа людей, которая более-менее этот импорт делает. Это не так страшно или не так проблематично, за исключением того, что есть целый ряд вещей, которые в Kerberos хотелось бы дорабатывать, добавлять, потому что меняются реалии, потому что появляются новые задачи и так дальше. В частности, поддержка каких-то новых криптографических примитивов, поддержка многофакторной авторизации, которую Heimdall просто нет. Соответственно, если FreeAPA поддерживает многофакторную авторизацию с Kerberos, то SAMB.AD ее не поддерживает совсем, потому что Kerberos реализация внутри не умеет этого делать. И клиенты, если бы они работали вместе, они не могут добиться того, чтобы аппаратные токены с многофакторной авторизацией, HOTP, TOTP, чтобы они авторизовались относительно SAMB.AD. То есть это объем работ, который нужно выполнить, чтобы оно все вместе сделало, он, конечно, понятен, но ключевым моментом является отказ от использования Heimdall Kerberos и переход на MIT, потому что вся работа сосредоточена там. И в дистрибутивах тоже. Вот Андрея Шнайдер и Гюнтер Дешнер из SAMB.AD и из Red Hat, они три года работали над тем, чтобы переписать SAMB.AD с Heimdall Kerberos на MIT Kerberos. Вот эта работа в SAMB 4.3, она частично опубликована. Ну, осталось там еще какое-то количество патчей довести до ума, осталось это все оттестировать, осталось это все написать правильные скрипты установки, создание конфигурационных файлов. В общем, большой хвост, вот такой вот, да, который как раз и нужен для того, чтобы администраторы могли это использовать в реальной жизни. Вот, мы надеемся это все доделать до конца весны следующего года, но вот это та область, в которой нужны просто руки, нужно много тестирования, поскольку в черновую патчи есть. Это уже гораздо легче, чем с нуля писать в какой-то области. И поскольку MIT Kerberos встроить нельзя по-прежнему, там нет этих библиотек, которые позволили бы встроить, Андреас написал целый пакет врэперов, о которых я рассказывал в прошлом году на конференции здесь, в Калуге. Вот один из них, сокет врэпер, это как раз такая штука. То есть он на самом деле просто сокеты, которые используются для коммуникации по Kerberos, заворачивает на запущенный за спиной Kerberos сервер. И тот напрямую сеть не видит, он видит взаимодействие через вот эту эмуляцию. Вот. Самбо 4.3, которая вышла в сентябре, она также включает базовую инфраструктуру по доверию между лесами Active Directory, которая была написана Стефаном Метцемахером из компании CERNET. Это главный интегратор и, собственно, разработчик самбы в Европе, немецкая компания. Вот. RedHat проспонсировал эту разработку. Ушел год на то, чтобы дописать, собственно, поддержку доверительных отношений между лесами в самбо.id. Несмотря на то, что там процентов 50 этих доверительных отношений были уже написаны в рамках стандартной самбы. Но самбо.id – это, в общем, немножко другой зверь. И помимо самих алгоритмов, которые выяснились не до конца были или неправильно были реализованы в самбе, алгоритмов правильного прохода по этим деревьям, правильного поиска транзитивных доверительных отношений, нужно было еще сделать хранение данных в LDAP, а не в тех структурах, в которых оно раньше хранилось. В общем, тоже нетривиально. Репликацию этого дела, опять же. Вот. До сих пор до конца не завершено. Целый ряд вещей, связанных с, собственно, авторизацией. То есть накладыванием правильных ограничений на то, кем может быть, например, администратор домена, пришедший через вот такой cross-forest trust, через путь доверительный. Может ли он быть администратором, или какие он права будет иметь в нашем лесу, в нашем домене. В Samba.id, в 4.3, в Samba, это все до конца не сделано. То есть там просто нет никаких фильтраций, нет никаких ограничений, которые прописаны в протоколах, прописаны в спецификации Microsoft, просто потому что эту работу еще нужно сделать. То есть поиграться с этим можно, но реально использовать пока еще помощь нужна, в общем, с этим всем. Мы планируем все это дело свести воедино во что-то работающее в рамках Fedora 24. То есть, опять же, следующая весна. Но нужно довольно много всего там дописывать. Вот тут вот ссылочка на активные проекты на веке Samba, в которой описаны эти самые активные проекты. Часть из них помечена как уже спонсируемые кем-то. Соответственно, там есть люди, которые в рамках своей работы делают эту разработку. А часть из них требует все-таки дополнительной работы. Ну и вот куча вещей, связанных с репликацией. Это репликация директории, то есть LDAP. Это репликация файловых элементов и распределенная репликация файловых элементов, которые нужны для того, чтобы политики групповые работали правильно. А read-only контроллеры доменов. Все это еще ждет своего реализатора. Но это только одна часть Samba. Пусть на сегодня она может многим считается важной. Вторая часть – это, собственно, файловые операции. С выходом протокола Samba 2 в начале, потом Samba 3, Microsoft сделала фундаментальный сдвиг. Во-первых, они поняли, что они, в общем-то, наверное, проиграли не столько десктоп, сколько вообще само понятие десктопа глобальное. И они начали ориентироваться на то, что нужно хоть как-то жить в мире с облаками. То есть у них упор активный пошел на облачную инфраструктуру, на хостинг виртуальных машин, на гипервизор и работающие под этим делом устройства. И они стали рассматривать варианты, как эффективно, собственно, этому гипервизору доставлять большие объемы данных, то есть виртуальные машинки образа. И они поняли, что, в общем, для этого можно использовать протокол Samba. И переписали Samba 2. Это, собственно, попытка избавиться от наследия, которое было в Samba 1, упростить протокол и сделать его более эффективным с точки зрения быстрого обмена данными, большими блоками данных по сети. Samba 3 – это следующий шаг в этом направлении. Это подписывание с момента установления соединения, с момента даже до того, как мы договоримся, о каком мы протоколе ведем речь, о что мы будем делать, подписывание всех пакетов, криптографическая их защита, потому что если нам подменят образ виртуальной машины, которая загружается, то дальше уже все, в общем, не о чем говорить. Для целого ряда задач, когда у тебя эти образа виртуальных машин доступны только по сети, и нужно быстро к кусочкам блочных элементов обращаться, нужно совсем другая структура операции ввода-вывода. Ну и, соответственно, они переработали все эти операции, все это требуется реализовать или уже реализованное. В частности, долгоживущие контексты – это такое понятие для того, чтобы SQL Server запускать в рамках вот такой вот виртуализованной среды, нужно, чтобы этот SQL Server открыл соединение и в рамках соединения получил какой-то контекст, и этот контекст переживал бы перезагрузки и сервера с одной стороны, и SQL Server с другой стороны, чтобы он мог открыть это соединение, потому что его быстро нужно как-то грузить, данным обращаться. Постоянные файловые контексты, опять же, на открытие специфических файлов. Эти файлы могут быть десятки гигабайт длиной. Заведение нового контекста сопряжено с определенной нагрузкой. В общем, они пытаются все это дело оптимизировать для именно облачного использования. И фактически SMB на сегодня – самый быстрый протокол для организации бэкэнда в дата-центре. Если нам нужен обмен данными, распараллеливание посылки одних данных через много потоков физических с линейным ростом производительности и так дальше. Но мы до конца все не сделали. То есть, например, поддержка RDMA, когда у нас есть управляющий канал обычный, а пересылка данных идет через PCI-экспресс, RDMA-интерфейсы. Это дело пока только разрабатывается. Но есть уже прототипы. А в протоколе это все уже описано. То есть в Windows 2012 вся эта штука реализована. Еще один момент интересный. Этот вот witness протокол. Witness – это свидетель. Когда Samba Team разработала кластерную Samba в 2005-2006 году, у Microsoft не было технологии аналогичной. То есть Samba масштабировалась линейно с увеличением количества узлов, чем активно воспользовалась IBM, выпуская свои устройства в Scale-out NAS, который рост просто… Производительность росла линейно. Добавляешь еще один серб и получаешь линейный прирост в количестве гигабит, которые у тебя из этих серверов торчат куда-то наружу. А у Microsoft такого решения не было. Они реально проигрывали производительность. Часть изменений, которые они сделали в рамках Samba 3, это они добавили вот такой вот механизм быстрого восстановления и переключения на другой сервер, если вдруг что-то произошло плохое. Ну там клиент умер или сервер умер. В рамках кластерной Samba был механизм простенький, эффективный, который позволял Active-Active делать этот весь кластер и клиентов переключать быстро путем посылки специальных команд на уровне IP протокола, которые заставляли TCP IP stack клиента быстрее реагировать, чем стандартные два часа на пропадание соединения. Microsoft написал этот протокол Witness, который позволил клиенту активно говорить серверу, а я тут как бы вот сейчас помер, и я хочу узнать, куда мне тут прийти снова за моими данными, которые у меня там вот были постоянные файловые контексты или еще что-то. Или сервер может сказать клиенту, а я вот сейчас тут вот уже помру, или вот тот уже помер. Ну то есть как бы обмениваться активной информацией о своем состоянии. И это часть протокола SMB3. Это не просто какая-то нашлепка сбоку. Оно там довольно хорошо интегрировано в контекстном поведении всего этого дела. Работа ведется, и вот на конференции Storage Developer Conference, которая была в прошлом месяце, вот работу по Witness протоколу, сам бы работает уже, то есть ее продемонстрировали. Ну как всегда, демонстрационный код заработал в ночь перед докладом. Вот, но это традиционная штука такая. Та же самая штука была с многоканальными соединениями, когда приходит клиент и говорит, а у меня есть вот такой объем канала, я могу его использовать весь, допустим, там 20 гигабит. И я хочу, чтобы ты мне давал это в виде многих потоков, многих каналов, и отмаршрутизируй его так, как тебе удобно, но чтобы мне вот эти 20 гигабит заполнить. Что довольно эффективно, если файлы большие, их можно блоками, кусками в рамках одного канала нарезать и передавать параллельно. Вот. Задача, которую мы перед собой ставим в Fedora, это прежде всего не просто доступность пакетов. Ну то есть пакеты собрать и бросить пользователя, разбираться с этими проблемами можно было там 3-4 года назад. Только смысла в этом не было никакого. Потому что если бросить эти пакеты, ты знаешь, что они, в общем, не будут делать то, что пользователь хочет, ты будешь завален сообщениями об ошибках, которые в конечном итоге приведут к тому, что у тебя не будет времени на то, чтобы этот код дописать. Будешь просто тратить время на то, чтобы эти ошибки исправлять или отвечать людям. Поэтому мы решили, что мы просто не будем собирать самбу АД, как она есть с хеймдалом, а доведем инфраструктуру до ума. При этом даже только вот в файловой части, там порядка полутысячи конфигурационных настроек. Вот. Хотелось бы понять, какие из них наиболее используемые. Ну вот в рамках Red Hat Enterprise Linux у нас есть некое понимание, что хотят реальные заказчики в реальной жизни. Вот. И эти конфигурации использовать для, как бы, моделирования того, что мы хотим поддерживать. В рамках Fedora там есть у людей свои специфические решения, свои подходы, которые отличаются немного от коммерческих заказчиков. То есть, как бы, вот, наложив одно на другое, можно понять, что на самом деле более реалистично из всего этого эссекти конфигураций, описать их и их и поддерживать. Если появляется что-то другое, тогда уже можно аргументированно говорить о добавлении новых конфигураций в режим поддержки. Но абстрактно поддерживать комбинаторику из 500 элементов, почти невозможно. Даже если выборка там в меньшем количестве элементов у этих 500. Вот. И учитывая, что FreeAPE есть в Fedora уже с Fedora 16, там используется своя схема, она достаточно устоявшаяся. Если мы добавляем сам в AD, мы должны продумать, как, во-первых, одно в другое может мигрировать, касательно по секс-атрибутов пользователей групп, как их между собой дружить, так, чтобы они использовали единые механизмы распределения идентификаторов, UID, GID. Сейчас этого, к сожалению, нет. Сам бы использовать несовместимое. Но это традиционная проблема, потому что выбор правильных этих идентификаторов, формул, по которым вычисляются идентификаторы, а на основе SID, если мы их автоматически переводим, засильно зависят от задачи, которые мы пытаемся решить. Их есть там 4-5 разных вариантов. Для одних случаев они подходят лучше, для других хуже. В общем, нужно как-то это все сочетать вместе. Вот такая вот направленность движения. Я надеюсь, я фундаментальность проблемы смог нарисовать и готов теперь ответить на вопросы. Спасибо, Александр. Как раз время Димы Костюка тоже уже закончилось. Так, да, пожалуйста, конечно. Это хорошо, что вы заботитесь о физическом здоровье этих людей. Да, да. Ну, вот вопрос такой. Значит, когда будет поддержка схема Миндзил 2012-02? Там как-то, если вы хотите, то есть, например, там Миндзил 2012-02. А вот почему приветствуюсь? Почти приветствую. Дисклани 1. Если не секрет, можно представить все? Значит, Виктора зовут похожий на Виток. Мы любим OpenSort и, соответственно, в продаже на Витоке реально выкручиваем все. Спасибо. Соответственно, не очень все хорошо, как русский личный полис и самбо, нет какого-то, скажем, места, но я могу обратиться. Сколько-то обращаться в мои листы англо-илищные, да, то есть самбо темы. И мы не всегда возможны, если ответ ответы, то есть какой-то вот русский листок есть, где, возможно, планируется, чтобы это было именно поддержки. Ну, у нас был на базе Альтрина в списке про ссылки глава ссылка по центру, но она как-то заглохла. Ну, да, совершенно определенный сомнитель. Ну, вот, вы обратитесь к Андреичу. К исток, исток иди. А, вы, исток иди. Да, то есть, на самом деле, у нас на Вике, да, страники про санго, которые, особенно про санго, они живые и очень серьезно развиваются. В общем, я думаю, что если Андрей прихватит ту вот рассылку, которая у нас была, я на нее, по-моему, до сих пор подписан, я просто не помню своих административных фамилий. Ну, в общем, значит... Группа, контакты есть, по-самбе. Давайте, без контакта, давай все пили. И мы его, это гораздо больше. В общем, короче говоря, вот, посудите с Андреем, и, как бы, может быть, вы вместе реанимируете это через красную. А что касается Вики, то, как бы, вот так действительно все очень активно, и можно прочитать. И более того, у нас есть экспериментальные данные о том, как люди разворачиваются в свежую скулу уже санго-анго, руководствуясь вот этим вот. Основная точка зрения Сан-Латин касательно локализации документации, она такая, что не хватает ресурсов на англоязычную версию этой документации, поэтому внести еще отслеживание, насколько устарела или вообще просто неправильная документация на локальных языках, это не в нашей силе. В общем, короче говоря, мы будем очень рады, если вы будете присылать замечания в счастье, потому что мы знаем, потому что живем мы, собственно, этим лицом, и как бы именно благодаря этому, наши страницы на Вики, они актуальны. Ну вот да, генеральный директор Базальта гарантирует твердость решения в этой области. Да, 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 не сомневаюсь. Следующий вопрос. Давайте я вам еще одно место скажу. Наслипался на такой smb.ru.ru. Это не знаю, что это такое. Это вот человек, который вручную, по-моему, из Самары, он перевел всю документацию, но, к сожалению, он тоже не может следить за тем, чтобы ее в актуальном состоянии поддерживать. Ну тут вопрос, что даже отбыточные Вики, они не всегда... Да, да, да. Отпрашиваю. Ну, последний такой вопрос, что я не задерживаю. Сейчас Microsoft активно толкает, как вот, АДВС, да, вот через РС получать какие-то сервисы. Ну, вот я так понимаю, от Санкт-Петербурга с этим не очень как-то, а ДВС уже начинает завязываться, и бывают такие моменты, что я вот это... Кому это надо, тот приходит, пишет код, предлагает план. А какие-то есть планы по угоду? Планы возникают тогда, когда это кому-то надо. Я намекаю, что, в общем, ничего магического и там какого-то коллектива, который единолично принимает решение, там нет. Есть люди, которым интересно, они приходят со своими предложениями, убеждают и делают тему. Ну, после запишения воздуха, как и есть, мы готовы, а как это... Это значит, что никому не нужно, кроме вас. А если вам это нужно, то вы напишите. Да. Как вам, Александр, я вот в заключительном слове не совсем понял судьбу 3 и 2. В каком плане стоит ли вот сейчас, например, собирать такие же пакеты 3 и 2 с другим, или вот через год буквально сам БАД целиком заменит 3 и 2, и как-то проект 3 и 2 сольется с сам БАД и совсем одобрет. Нет, вот то, что я сейчас здесь показываю, на вот этом слайде, да, 3 и 2 используется для управления машинами под Linux, а сам БАД используется для управления машинами под Windows. Сам БАД не предназначен для того, чтобы управлять линуксовыми машинами. У нее нет никаких механизмов для того, чтобы управлять ими. Да, вы можете засунуть в LDAP сам БАД схему для судо, традиционную линуксовую, и SSD клиент будет использовать эту схему и вытаскивать оттуда правила. Но добавлять эти правила, редактировать вам будет нечем, поскольку никаких средств в Windows, в R-SAT, например, нет для редактирования таких правил. В Windows Server 2016 Microsoft убирает поддержку POSIX-атрибутов. То есть схема будет, а пользовательского интерфейса для редактирования POSIX-атрибутов не будет, потому что они считают, что это не их работа. Им не нужно. Существует рынок, существуют альтернативные решения, которые позволяют такие штуки редактировать. Квест и прочее, которые стоят соответствующую денежку. И они считают, что пусть эти вендоры между собой дерутся за создание лучшего интерфейса или еще чего-то. Мы считаем и работаем над тем, чтобы FreeIPA был лучше этих вендоров для управления линуксовыми ресурсами. И не только линуксовыми, POSIX-совместимыми. При этом мы делаем так, чтобы он работал с активной директорией как можно лучше. Также видим, что большое количество людей – это средний малый бизнес, которым нет смысла платить Microsoft за Windows сервер. Они платят за какие-то базовые Windows Pro машинки, которые могли бы быть в домене на Samba.id. А все остальное они бы могли держать под FreeIPA. То есть все линуксовые машины, все их сервера были бы под FreeIPA. И пользователи были бы в FreeIPA. И могли бы эти пользователи тогда логиниться в эти самые Windows машинки, которые использовались бы для тех задач, которые пока на Linux они перенести не могут. Ну, например, какие-то там бухгалтерские или какие-то специфические задачи, которые им нужны. Проблема в том, что мы пока сейчас не можем такой вот вариант обеспечить. Это пользователи хранятся во FreeIPA и могут логиниться в Windows. Пока этого нет. Над этим будет работа вот в следующих версиях эти, как я говорил. Но во всем остальном Samba.id не претендует на то, чтобы быть полноценным управлением линуксовых машин. Чтобы она на такое претендовала, нужно, чтобы кто-то пришел и фундаментально там перелопатил код, перелопатил схемы, добавил это все дело. На самом деле, оказывается, что никто не готов работать над инфраструктурными проектами, кроме тех компаний, у которых от этого зависит жизнь. Но если Red Hat готов работать над инфраструктурным проектом, то производитель какого-нибудь Network Attach Storage на базе свободного ПО и на базе Samba не готов вкладываться в создание инфраструктуры. Почему? Потому что он понимает, что у него эту инфраструктуру активно будет использовать его же Network Attach Storage вендоры, которые его конкуренты. У Red Hat таких конкурентов, видимо, не так много, и он может себе позволить активно работать над такими вопросами. Я почему так говорю? Я сталкивался уже с кучей производителей, которые производят на базе FreeBSD плюс Samba какие-то там вещи на базе Linux плюс Samba. Масса таких вот файловых хранилищ, которые интегрируются вроде как бы с активной директорией, LDAP и прочим. Но на самом деле никто из них до конца это не делает. У них сознание и задачи, которые они решают, скорее на уровне домашнего пользователя находятся, у которого всего этого нет. А почему нужен FreeAPE, вы увидите завтра. Да-да-да, вот мы завтра подробно обсудим. Я надеюсь, что демонстрацию даже подготовим. Володя возит у себя в багажнике сервер из гостиницы сюда и обратно. Ждет, когда вы им займетесь. Так, еще вопросы, пожалуйста. Так, ну, значит, вопрос по FreeAPE завтра. Саша здесь с нами остается. Вот, а мы переходим к осетинским пирогам, которые ждут вот там. Вот они еще не совсем остыли. Извините за задержку с пирогами. Я, я, это самое, очень прошу, только вот у нас 15 минут записано, мы уже опоздали даже немножко, больше 15 минут не тратить на пироги.